Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ИТОН ТВ, программа «Тема дня». Меня зовут Александр Вальдман. Президент США Джо Байден приказал рассекретить документы по следствию, которое велось в Федеральном бюро расследований по терактам 11 сентября 2001 года. Президент Украины тем временем завершил свои гастроли по Соединенным Штатам, а армейское разведсообщество США откровенно высказывается о перспективах развития ситуации в Афганистане. Вокруг этого клубка новостей мы сегодня и посовещаемся с известным американским блогером Мишей Герштейном. Миша, рад вас приветствовать. Добрый день! Добрый день! Добрый день! Миша, я хочу начать с господина Байдена по поводу 11 сентября. Его пресс-служба сообщила, что президент посетит все три мемориала, посвященные жертвам терактов, 11 сентября. В ближайшие дни, мы знаем, исполняется ровно 20 лет этой трагедии. Байден посетит Даунтаун Нью-Йорка, Пентагон и мемориал, расположенный рядом с Шанксвеллем в штате Пенсильвания, где потерпел крушение захваченный террористами авиалайнер рейса 93 Юнайтед. Несколько дней назад, как сообщают, он под давлением семей погибших во время терактов приказал рассекретить документы по следствию. Скажите, пожалуйста, документы, если опубликованы, есть ли там какие-то действительно секреты, какие-то тайны, какие-то скупы, какие-то сенсации, в частности, об участии правительства Саудовской Аравии в этом, причастности правительства Саудовской Аравии к этим терактам? Ну, во-первых, они еще не опубликованы, потому что дал приказ, после этого Министерство юстиции наложит свои эти, посмотрит свежим взглядом на то, что можно опубликовать, что нет, потом все эти трехбуквенные агентства посмотрят, и в итоге, как обычно, ничего не опубликуют, это мы видели, потому что Трамп же рассекретил, как вы помните, более давнюю историю, 60-летняя давность, почти что, об убийстве Кеннеди, и там тоже, в общем, они сказали, о, мы не можем, вот мы что-то можем опубликовать, а что-то не можем. То, что они не могут опубликовать, естественно, ни о каких там Саудовских Аравиях мы ничего не узнаем. Тут даже был недавно суд, в котором там, какой-то мелкий суд, вообще никакого отношения ни к чему не имеющий, но там участвовал какой-то саудовский сын или брат, родственник какой-то, связанный каким-то боком с принцем Саудовской Аравии, ну, с этим, с претендентом на преступность, то есть со следующим, да, да, вот, и там никакого отношения не имел, бытовой какой-то был суд, но они запретили публиковать документы, просто чтобы, не дай бог, там какая-то, причем, информация не вылезла, причем, как говорят, что никакого отношения там к дружбе Америки и Саудовской Аравии не имело, это, в общем, просто там кто-то кого-то там сильно боялся обидеть, вот, поэтому, что шансов, что мы что-нибудь узнаем интересное, в этих документах нет, к сожалению. Увы. Ну, поживем, увидим, может быть, что-то и появится. В Соединенных Штатах, судя по публикациям, в американской прессе, да и не только в американской, в европейской, да и в нашей, израильской, не утихают разговоры, споры, посыпания головы пеплом по поводу бегства американской армии из Афганистана, на этом фоне много разговоров о том, что рейтинги президента Байдена упали, как никогда, низко. На ваш взгляд, насколько легитимно сегодня, или насколько серьезно можно относиться к публикациям, где публикуются, извините за тавтологию, материалы опроса общественного мнения, согласно которым, если бы выборы были сегодня, то, несомненно, сегодня победил бы Трамп. Ну, это бессмысленно об этом рассуждать, во-первых. Во-вторых, еще неизвестно, как бы, ну, это об этом не принято говорить, но, скорее всего, он и так победил в 2020 году. Вот, но опросы общественного мнения проводятся каждый день, поэтому обращать на них внимание особенно не нужно, это просто тренд. Тренд для Байдена печальный, у него рейтинг, там, 41, по-моему, процентов поддержки, 45 процентов против, ну, в смысле, те, кто не поддерживает, те, кому не нравится, что он делает. Для демократического президента это очень плохие цифры обычно, потому что перекос во всех этих опросах идет в сторону Демпартии, и, ну, поэтому, когда у Трампа там, допустим, был небольшой минус между за и против, это было обычно для республиканского президента, для демократического эти цифры почти что катастрофические. И, ну, это понятно, они пытались замолчать, как бы спустить на тормозах историю с Афганистаном. Они получили, кстати, вот эту вот утечку разговора Байдена с президентом Афганистана, из которых было видно, что Байдена, в общем, ничего там не интересовало, и что это был, кстати, больше скандал, чем разговор Трампа с Зеленским, но тут, как бы, его тоже пытаются спустить на тормозах, вот. А потом был, и практически, кстати, практически в тот же день состоялся, тоже 23 выгод. Вот, как и печально известный разговор. Вот, и потом, в общем, рассуждать о том, что победил бы сейчас там Трамп или Байден, ну, это так, это просто для поддержки интереса с обеих сторон. А то, что у Байдена 41%, это сейчас кажется очень много. Тут кто-то там недавно пошутил, когда был опрос, потому, поддерживаете ли вы, как Америка выводила, ну, операцию Афганистана, как Америка ее проводила, что неожиданно 25% сказали, что поддерживают, и кто-то сказал, что это вообще, откуда они взяли эти 25%, откуда взялись эти 25%. Поэтому, то, что у Байдена 41%, это еще не так плохо для него. Хотя, конечно, цифры с точки зрения демократического президента, это ужасающе. Хотел теперь поговорить с вами о визите президента Зеленского в Соединенные Штаты. Вообще, насколько заметным событием для Соединенных Штатов стал приезд президента Украины? Что интересного он, в общем-то, КВНщик, выпускник экономического факультета Криворожского экономического института, мог рассказать слушателям своей лекции в Стэнфорде? И соответствует ли, на самом деле, информация, которую очень много публикуют, прежде всего, естественно, в российских СМИ, о том, что в одной из телепрограмм его представили не как президента Зеленского, а президента Левинского? Очевидно, оговорка по Фрейду в какой-то степени была. Ну, я тут ваших зрителей разочарую, потому что тут, по-моему, вообще никто не обратил внимания на визит Зеленского в Америку. Ну, скажем так, отношение к нему, я должен сказать, отвратительное было со стороны администрации, потому что визит должен был начаться во вторник, 31 августа, перенесли это на 1 сентября. Это вообще, в принципе, по отношению к главе государства, перенос, когда он уже приехал, прилетел, это уже, в общем, экстраординарное событие показывает. Нет, Миш, но справедливости ради, надо сказать, что нашему премьер-министру тоже перенесли на день. И Байден с Зеленским... Ну, это говорит о том же самом. Это не о справедливости ради, это говорит о том, как новая администрация Америки относится и к Украине, и к Израилю, потому что рассказывать, Зеленского пригласили на 31 августа, а потом рассказывать, что извини, мы поговорим 1 сентября, потому что Байден занят выводом войск из Афганистана, это, в общем, смешно, потому что вывод войск из Афганистана должен был закончиться 31 августа, знали все и давно, и никто не мешал назначить сразу встречу на 1 сентября. Это может еще говорить о том, что завод Байдена на этот день кончился, потому что его хватает там, как мы видим по пресс-конференциям, минут на 20, и поэтому они поняли, что больше там его лекарствами пичкать нельзя, и он не сможет выйти даже с журналистами поговорить. Вы же помните историю, что когда с президентом, с премьер-министром Израиля он встречался, он там заснул во время пресс-конференции, ну, задремал. Как они сказали, что это он не задремал, это он, типа, думал просто с закрытыми глазами, потому что он очень быстро проснулся, когда к нему обратились. Да, он очнулся, но тут же попросил выдать словословие в адрес Обамы. То есть мы у себя оцениваем это, что он спал. Да, непонятно, к чему там это было, то есть ему приснилось, что он все еще вице-президент, вот, а с Зеленским, ну, вы же видите, он приехал, они там что-то поговорили не очень долго, ему дали там 60 миллионов долларов, и на этом успокоилось, никаких, по-моему, гарантий, ничего обещали еще этих, как они называют, джевелинов, я не знаю, как их по-русски. Вот. Ну, в общем, то есть совершенно бессмысленный какой-то визит, никаких гарантий, естественно, ничего не пообещали, им там ничего, Зеленский там, насколько я понимаю, предлагал какие-то меры по ограничениям, связанным с этим Северным потоком-2, администрацию Байдена, насколько мы видим, это совершенно не интересует, полным ходом идет это завершение строительства, никаких санкций не принимается, ничего. Ну, это все, что занимается эта администрация, как бы, любое, то, что, скажем, трогал своими руками Трамп, все нужно делать наоборот. Хорошо это для Америки, плохо, пока что мы видим, что все, что они делают, все это плохо. Поэтому и с Зеленским терять такого, в общем, сторонника тоже, я не думаю, что Зеленский будет очень сильно доволен тем, что, как с ним обошлась администрация, а отдавать, скажем, кроме Америки, ему больше, кроме как к России, обращаться некому. Если он пойдет, повернется лицом к России, в общем, Америка потеряет достаточно большого, по крайней мере, по территории, товарища там, да, коллегу, не коллегу, а как это сказать, ну, страну, которая готова даже была в какой-то момент вступить в НАТО. Но она до сих пор готова. Ну да, она до сих пор готова, но я не знаю, насколько это желание Зеленского теперь будет так сильно поддерживаться после того, что с ним сделали в Вашингтоне, что им продемонстрировали, что ты никто и звать тебя никак. Но это связано, кстати, я хочу чуть-чуть вернуться к тому же импичменту трамповскому как бы по поводу переговоров с Зеленским. На мой взгляд, это все связано с тем, что импичментом, там все понимают, что это был там полная ерунда, ну, многие, скажем, некоторые не понимают, некоторые считают, что это все было серьезно, но на самом деле причин-то этого импичмента, насколько там шоу дыма без огня не бывает, и причин-то это было в том, что, насколько я понимаю, что Трамп смог эту американскую кормушку, связанную с вбухиванием денег в Украину, с отмыванием денег, немножко прикрыть. И поскольку эту кормушку прикрыли, снова ее настраивать тяжело, поэтому Украина для функционеров американских теряет интерес. Поэтому тут, в общем, такой обычный, обычный меркантильный интерес, который прикрыт там словами о том, что там, я какой-то геополитик. Но это, к сожалению, для Америки всегда, вот, потому что мы видим и с Афганистаном историю та же самая, вот, так что... А что-то, Миш, про Стэнфорд известно в какой-то... А, я посмотрел, я посмотрел, погуглил, я вообще ничего не видел про Стэнфорд, то есть, как будто, ну, вот, как будто не приходил, не прилетал президент Украины в Америку, ничего, ни вот эту историю про Львинский, ни историю, ни выступления в Стэнфорде, ничего вообще нигде нету. То есть, вот, про встречу с... про встречу с Байденом кое-что где-то проскочило. В основном, кстати, даже не в американских СМИ, там, BBC самую большую статью выдало, как раз вот подробно напомнив всем про импичмент и так далее, вот. Но с другой стороны, не с той стороны, с которой я говорил, а со своей, там, с антитрамповской стороны. Вот. А, ну, толком там ничего, то есть, потом, ну, там тоже не о чем было говорить, потому что там разговор был, там дали, дали Зеленскому 60 миллионов и сказали, что бай-бай. Вот, поэтому... не они... а про Стэнфорд и про вот эту вот историю с Львинским вообще, если в гугл забить поиск, ничего вообще не вылезали. Миш, хочу вернуться к Афганистану, тем более есть повод. Глава Объединенного комитета начальников штабу вооруженных сил США, генерал Марк Милле, в интервью телекомпании Fox News заявил следующее. В Афганистане, скорее всего, разразится гражданская война. В этих условиях в стране могут возродиться террористические группировки в ближайшие 12, 24, 36 месяцев. Конец цитаты. Мне, честно говоря, сложно предположить, что он, как глава комитета начальников штабов, не мог знать или не мог предположить, опять же, извините за тавтологию, что события будут развиваться именно таким образом. С другой стороны, возникает вопрос, уже многие задаются этим вопросом, а может быть, это и было главной целью Соединенных Штатов, выйти из Афганистана, чтобы там началась какая-то заваруха, и пусть болит голова у России и Китая? Ну, во-первых, у Китая особенно болеть голова не будет. Китай может просто туда прийти, если надо. И армия Китая больше всего населения Афганистана, поэтому им там и для Китая Афганистан, как известно, просто источник литии, или там какого-то из этих металлов. Поэтому Китай просто может наблюдать, когда там все само развалится, потом прийти и забрать этот литий. Китай как самый, сколько, 90, больше 90% всех редкоземельных металлов принадлежат ему, и из-за чего вся электронная промышленность, вся компьютерная промышленность из Китая никуда не может пока что уехать вообще, поэтому контролировать этот рынок почти на 100% Китаю ничего не мешает, поскольку Афганистан у него под боком. А Россия, не думаю, что захочет туда лезть, хотя, конечно, тоже заманчиво, но там еще есть Украина, Узбекистан и Таджикистан, которые тоже могут. Но рассуждение Марка Милли о том, что там начнется гражданская война, это рассуждение о том, что как бы солнце заходит, встает на востоке и заходит на западе, потому что то, что там начнется гражданская война после того, как уйдут американцы, это было очевидно, потому что там есть Алим. Это не было очевидно, что американцы так позорно это сделают, с такими жертвами, с таким, в общем, совершенно без, как это слово, ну, непрофессионально, мягко говоря, сделают. Это было, скажем, неожиданно, после того, как, ну, после администрации Трампа, в общем, ожидалось, что все-таки как-то еще армия что-то умеет делать. Оказалось, что не умеет, но, возможно, тут они пытались добиться каких-то слов от Байдена, а Байден там спал в это время, а они попал, как верховный главнокомандующий, и они не могут ничего делать, если он не сказал, или если он сказал, у него там свои какие-то советники. Все его советники, кстати, люди сугубо гражданские, особенно советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Вот, и поэтому ожидать от них принятия каких-то интересных решений, связанных, правильных решений, связанных с Эудомоск, ну, как выяснилось, нельзя было. А то, что начнется гражданская война, это понятно, то, что террористы будут, понятно, они там и сейчас есть, и благодаря тому же Обаме, который из Гвантанамо-Бэй выпустил огромное количество террористов после того же 11 сентября, потому что их отпустили обратно. Часть прибежит, естественно, и прибежала уже из Пакистана, которые там скрывались, поэтому, ну, страна, гражданская война, там террористам, конечно, будет немного не до того, но все равно ситуация, конечно, обострилась, и это все благодаря совершенно непрофессиональным действиям американской администрации, потому что можно было сделать так, как, например, ну, обещал Трамп, и в своих интервью после вот этих вот действий Байдена он говорил, что, ну, если договориться с талибами, поставить им какие-то условия, ведь идея Трампа была какая, что договориться с талибами о чем-то, вот, поставить им какие-то условия, если они нарушат, просто взять и разгромить. А Байден решил сделать все так, так, он тоже как бы, я считаю, что вывод войск из Афганистана, это правильное дело, потому что нечего там сидеть и своих людей тратить, вот, уничтожать, вот, но он же не договорился с талибами, он просто решил, что мы выводим. То же самое он сделал, кстати, в Ираке, заранее объявили дату, когда они выводят из Ирака, и получилось то же самое, после, благодаря этому образовался как раз этот эгипт, вот, поэтому что же сейчас там образуется и что там будет, сценарий уже был показан, поэтому все будет то же самое, только, наверное, еще хуже. Миша, еще один вопрос, тоже связанный с Афганистаном, теперь только о разведке. Бывшая заместитель директора национальной разведки США Сьюзан Гордон, не далее, чем 5 сентября в эфире телеканала CBS, высказал мнение, я ее цитирую, «Власти США будут вынуждены наращивать взаимодействие с Россией, Китаем и Пакистаном в сборе разведданных, касающихся происходящего в Афганистане и возможных террористических угроз». Конец цитаты. На ваш взгляд, скажется ли такое сотрудничество, или может ли оно сказаться на многочисленных санкциях против России и Китая, которые американцы, в общем-то, сыплют, как из-за руга изобилия? Ну, они не сыпят, они сыпали при Трампе, вот, и, к сожалению, они перестали их сыпать при Байдене, потому что, кроме как, санкциями ничем, в общем, ни Китай, ни Россию не остановить, и, как мы видим при Байдене, в общем, все эти санкции уже не работают, уже потому что при Трампе строительство «Северного потока-2» было заморожено, сейчас оно уже заканчивается, вот, разморозили все, все эти санкции – это так, просто нервы чуть-чуть потрепать, причем не Путину, не президенту Китая, вот, как «Черман», да, «Черман Кси», вот, а просто зрителям тех же там СНН и так далее, потому что для тех, как мы видим, никакие санкции особенно не работают, ничего там, их мало это волнует, а то, что они будут сотрудничать в разведке, ну, они всегда сотрудничали, поэтому будем надеяться, что непонятно, как там с Пакистаном и с Китаем и с Россией, в принципе, разведки могут сотрудничать, у всех свои интересы, но, возможно, в отношении Афганистана какие-то интересы будут перекрываться, поэтому… Через Китай, Китай с Пакистаном вполне приличные отношения, так что все может быть. Нет, Китай с Пакистаном, да, но Америка с Китаем, Америка с Россией, Америка с Пакистаном отношения так себе, как бы, то есть они формально, там, все друг… Ну, с Россией мы знаем, ну, с Россией сейчас им тяжело в СМИ говорить, потому что Россия была у нас 4 или 5 лет врагом номер один, сейчас неожиданно она перестает быть врагом номер один, непонятно, как бы, почему, как это рассказать, но это они там справятся как-то. Но с Китаем тяжело, поскольку у Байдена столько интересов в Китае, у семьи Байдена, что, как бы, начинать пытаться с ними, там, какие-то дружки, отношения и так далее, начинает бить по его администрации, поэтому… Ну, посмотрим, поскольку мы видим, что эта администрация совершенно беспомощная, совершенно непрофессиональная, то ожидать можно всего лишь что угодно. Ну, в общем, на самом деле настроение в этом плане здесь достаточно печальное, потому что после того, как продемонстрировали, что администрация продемонстрировала наконец-то свою… Ну, то, что все многие знали, многие понимали, но продемонстрировала свою профнепригодность, свое полное непонимание ситуации, полное непонимание вообще ничего, и что армия перестала работать, после этого, конечно, какие-то прогнозы делать в отношении, там, Америки сейчас трудно. Спасибо. Она даже может перестать быть другом номер один. Ну, даже так. Очень. Спасибо. Спасибо, Миша, спасибо за это интервью, спасибо, всего самого доброго. Главное – здоровья, ну, и с еврейским Новым годом. Роша Шанаха Аксамеха. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. До свидания, Миша. Спасибо вам, друзья, что были с нами. Всего самого доброго. Будьте здоровы. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова